Здравствуйте, это компания Viva Telecom и мы сегодня познакомим вас с процедурой программирования радиостанции HITERA PD785. Также данная программа подходит к PD705, единственное у станции нет дисплея и клавиатуры, поэтому возможности несколько ограничены у них будут, но ролик подойдет и к этим станциям. Так, теперь использовать будем кабель родной от HITERA PC38, он называется. Подключается он к аксессуарному разъему радиостанции с одной стороны, с другой стороны к USB порту компьютера. Далее. Сама программа, давайте я вам версию покажу. Она называется V.05.06.009 для региона EM5. Будем программировать на живой станции. Сама программа выглядит следующим образом. Есть дерево с вложенными папками. Соответственно, папку открываем, выбираем какой-то режим, например, основные установки. И здесь уже осуществляем настройки. Кнопка Read, естественно, станцию читает. Кнопка Write пишет. И можно также склонировать настройки. Естественно, можно открыть файл и сохранить файл данной конфигурации. Это все понятно. Так, давайте тогда к основным настройкам перейдем. Здесь у нас, в принципе, ничего интересного нет. В настройке General Setting, точнее, Command Setting сначала возьмем. Здесь у нас задается уровень шумоподавления. То есть на открытый уровень, на нормальный уровень и на глубокий уровень. От 0 до 9 единиц. Далее, здесь, кстати, можно усиление микрофона поправить. Если вам кажется, что станция тихо разговаривает, можно добавить усиление здесь. Далее, переходим тогда к Conventional General Setting. Здесь у нас, смотрите, по умолчанию включен режим сохранения батареи. И, в принципе, можете не трогать фразы первоначально не съедает станция. Поэтому можно так и оставить, как здесь. Вот важный в General Setting, важное меню. Это Buttons, то есть назначение кнопок. Есть подсказка, то есть вот Button Preview. Если вы нажмете, то можете ознакомиться, как Хайтера каждую клавишу обозначила. То есть TK это аварийная кнопка. Далее P1, P2. Кнопки есть. Это зеленая кнопка и красная. И SK1, SK2 это одна над кнопкой передачи, вторая под кнопкой. И также вы можете назначить на короткое нажатие функцию и на длинное нажатие. Как видите, мы назначили индикатор заряда батареи на аварийную кнопку. Выбор здесь достаточно большой. И этот список, он идет на все кнопки. Вы этот список можете использовать. То есть не разные списки, а именно один список для каждой кнопки. На короткое нажатие верхней кнопки мы назначили выбор мощности. На нижнюю кнопку мы назначили выбор шумоподавителя. Ну и все, в принципе, если вам что-то нужно переназначить, то это все делается здесь. Теперь переходим к каналам. То есть цифровой канал используется в разделе Channel Digital Channel. Здесь можно задать колор-код от 1 до 9, потом слот вы можете задать, частоту передачи и приема, и контакт на передачу. Контакты у нас задаются вот здесь. То есть DMR-сервис, контакт. Кол-1 у нас это групповой вызов. Естественно, вы можете сделать приватный вызов, то есть единичный, либо групповой вызов, либо общий вызов. Здесь все это гибко назначается. Ну, как бы это функция DMR стандартная, поэтому здесь особо интересного ничего нет. Ну, то есть все стандартно и ничего сложного. Так, ну то есть с цифровым каналом понятно, с аналоговым каналом. То есть, опять же, задается имя канала. Здесь я не сказал, да? Здесь вот можно задать имя канала, которое будет отображаться на дисплее. В аналоговых каналах также. То есть задается имя, задается ширина канала. Можно только на прием включить. Можно аналоговый скрэмблер речи включить, если нужно. Можно Vox на канале включить на каждом. Задается номинал частоты, задаются коды CTCSS, DCS. Если нужно. Похожа программа на Motorola. То есть, когда вы эти данные задали, вы можете сюда их перенести, нажав кнопку копии. Ну и, в общем-то, все. Здесь, опять же, выбирается уровень шумоподавителя. Там, в котором мы задали уровень мощности выходной. Когда разрешена передача. Либо при свободном канале. Либо когда у вас в любом случае можно... То есть, always allow. Allow это обозначение, что вы в любом случае, даже если канал занят, будете выходить на передачу. Ну, в общем-то, все. С аналоговым каналом тоже, я думаю, все понятно. Так, теперь по поводу зоны. В этой станции может запрограммировано до тысячи каналов. И вы можете разбить ее на удобные зоны. Соответственно, в каждой зоне вы можете из списка доступных каналов собрать список, который вам нужен в этой зоне. Вот, видите, я собрал аналоговый канал и цифровой канал сюда не включал. Тоже, я думаю, с этим все понятно. Так, и что еще? Опять же, если пользователь у вас не особо разбирается в радиостанции, вы можете меню... В данном случае меню есть у PD-785. Вы можете здесь отключить ненужные опции, чтобы он с радиостанцией в эти пункты меню не заходил. То есть, вот список. Можете посмотреть, что мы оставили клиенту, что мы убрали. То есть, можно... Да, я сейчас, кстати, к этому тоже еще на этом остановлюсь. Ключи шифрования на цифровых каналах можете здесь задавать. Также GPS, кстати, можно ему отключить или выключить. И он включается. GPS... Так, сейчас я вам подскажу, где. Да, вот здесь General Setting, аксессуары. Здесь вот можно выключить галочку. Тогда у вас станция GPS сигналы принимать не будет. Так, ну, по поводу меню возвращаемся. То есть, здесь есть интересная опция. Вот, программинг. Да, вы можете со станции задавать вручную частоты. Но какое неудобство здесь есть. Вы не можете задать имя канала. То есть, частоты вы можете менять, имя канала не можете. И, соответственно, если у вас задано имя, связанное с номиналом, то оно будет недействительным. Ну, то есть, это такое вот неудобство. Я так и не понял, почему здесь нигде имя канала не задается. То есть, Radio Elias – это имя станции. Это не имя канала. Так, и по поводу шифрования. Да, я вам не показал. Это на цифровых каналах, действительно. То есть, вы можете включить либо 10 символов ключей, либо 32 символа, либо 64. И здесь вот вы можете задать, соответственно, сам ключ в 16-ричном виде, какой хотите. То есть, если я включу сейчас 64, то на 64 символа вы можете ключ включить. Вот такая станция. Ну, то есть, меню достаточно обширное, но я вам основные все разделы показал. Соответственно, когда вы все данные изменили, нажимаете в Write и пишите в станцию. Ничего сложного, в общем-то, нет. Ну, то есть, весь процесс программирования, он похож на другие станции. Все, у кого вопросы есть, задавайте их в комментариях. Кому видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это Video Telecom. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok